У меня группа была номер один. У нас входили в группу Тюличинский, Дрожановский и Актор Мишкировин. Были эксперты акционерного общества проекта Татарстана, налоговую службу с номером Лопу. Семь вопросов. Первый – налоги, принцип, по какому принципу предоставлять, лишь мнение группы. Управляющие компании, если этот промпарк получил статус, то управляющие компании автоматически получают преференцию по льготам. Резиденты, не важно, мнение группы, не важно, старые они вчера работали или новые, которые они, в случае, если подписывают соглашение с обязательствами по инвестициям и по рабочим местам, ну, по приросту рабочих мест и по приросту инвестиций, то получают, но если не берутся, неважно, новые или старые, то и не получают. То есть по-другому на всех, если берут обязательства от президента. Ну, мы еще проговорили про налоговые ставки. Налог на имущество 0,1 вместо 2,2, по-моему, да? Земельный 0, УСМ 6 в 1, тот, который 15, в 5 превращается. По сроке, по которому представляется льгот. Ну, развели на две траектории. Срок статуса особой зоны промпарка и срок, на котором представляется льгот. Срок статуса мнения группы, что брать аналог закона об особой экономической зонах, статус особой экономической зоны, федеральный законод, заведет на 49 лет. Соответственно, предложение группы – 40-10 лет. Срок предоставления льготы – 10 лет. Вот я уже так рисовал, как мне было удобно. 10 лет. С какого момента 10 лет? Мнение группы разделилось на два мнения. С момента заключения соглашения, о котором мы говорили во время презентации. Первое мнение. Второе мнение. С момента начала строительства или с момента начала арендных отношений с управляющей компанией. Следующий вопрос. Электроэнергии, ну, то, что субсидирование мы проговаривали, здесь сильно не останавливается, но появилось предложение по энергосервисным контрактам, то есть, сам резидент вкладывает средства в инженерную инфраструктуру и подключается к по высокой стороне, например. По принципу энергосервисного контракта. И по принципу энергосервисного контракта, то есть какое-то время возмещается арендная субсидирование. Я здесь до конца прокомментировать это не могу. Пока не могу. Следующий вопрос. Взаимодействие с дирекцией. Много было здесь обсуждений. Первый, один из вопросов, содержание, источник содержания дирекции. Опять-таки на две траектории. Так как у нас был автоныш и тюлючи, это два ярких примера автоныш. Есть территория, есть промпарк, даже были бюджетные вложения. Управить компанию. Соответственно, дирекция по 1034 или по-другому. Или по обычному способу получает эту землю. Становится равно управляющей компании. И так же, как управляющая компания выстраивает отношения при попривлечении резидентов, ну и становится классическую управляющую компанию. Ну и функции дирекции, которые мы ранее называли, они лучше. Второй вариант – это все лечить. Там уже есть управляющая компания. Работают успешно. Что в этом случае дирекции, как я уже говорил, не заменять управляющую компанию. Источник финансирования. Мы имеем в виду, что зарабатывает дирекция, зарабатывает через комиссию, через привлечение финансирования резидентам промышленного парка. Фактически такой вид деятельности у управляющих компаний, или у дирекций, или у других лиц есть. Это тот, кто получает финансирование, платит комиссию тому, кто помог. Это вот, если он получил. И такой еще функцией дирекции было высказано предложение акционеров нашего проекта Тарстана выступать в роли поручителя перед резидентами, перед предпринимателями, когда они общаются с финансирующими организациями. Банки, резидентами компаний, ну и прочие, где они привлекают финансирование. С них требуются залоги или поручительства. Вот дирекция должна быть такого качества, чтобы она могла за резидента того парка, с которым у нее появилось право или возможность работать, давать поручительство. Таким образом привлекается финансирование и развивается предпринимательство. Это, кстати, может быть, можно рассматривать как требование к дирекции, потому что, ну, банк будет смотреть, чье поручительство они вообще возьмут или не возьмут. Следующий вопрос. Критерии отбора промпарков для придания статуса. Первое было предложение там, где было бюджетное финансирование, но у нас в республике таких всего 18 парков. Второе предложение, в которое прошли аккредитации. Третье предложение СССР написало, это, в общем, Брамфилды, на которых, это те территории, на которых осталась инженерная инфраструктура от Советского Союза, сельхозтехники, сельхозхимии, ну и прочие такие организации, которые в каждом районе были в Ремесе. Четвертое, это критерии к муниципальному образованию. Ну, это можно как самостоятельно, получается, вопрос. Претерии, ну, мы здесь сильно много не смогли пообсуждать, время не хватило. Это удаленность от крупных городов. Это низкие, относительные экономические показатели муниципального образования. Ну, здесь над этим можно еще поработать. То есть, этот вопрос должен решать нам маятнику и миграцию. Этот вопрос нам должен решать, отбор должен решать вопрос, где живут, там работают, рабочные стали. И потом мы замы вернулись. Ну, не может, малая вероятность, что в 7-4 он будет. Оставили, что обязательно это аккредитация, хоро-шко-мобилы, и обязательно это критерии, не к самому даже парку, а к муниципальному образованию. И у нас вопрос дальше перешел в дополнительных преференций все же. вспомнили, что была такая программа, как субсидирование оборудования 50 на 50. Предложили субсидировать строительство. Ну, это кроме того, что сейчас имеется в Республике Тарстан. Ну, есть некий, есть индивидуальный случай, но он, возможно, будет не индивидуальный, а для сельских районов очень даже распространенный. Это, ну, мы его называли так, синхронизировать меры поддержки с минсельхозов на резидентов особых промышленных зон. То есть там такая проблема, что у минсельхоза земля должна быть сельскохозяйственное значение, а в промпарке это промка, и это сразу становится как-то фактор, по которому отпадает предприниматель для получения минсельхозных помощей. А у них, в принципе, там и объемы большие. То есть это что можно делать? Это через внесение изменений в нормативные проекты по линиям минсельхоза. Возвращаясь сюда, мы понимаем, что когда мы субсидируем процентную ставку, проект рассматривает банк. Понимаем, что когда выдаем займ на стройку, которую прошлого года начали выдавать, микрофинансовый, фонд подешивает, рассматривает бизнес на предмет возможности возврата и возврата. Вот здесь такого, ну, как бы, партнера у госоргана нет. Соответственно, возникло предложение, что вот здесь и нужно какую-то роль дирекции тоже определить. С определением роли дирекции. Но дирекция рассматривает этот проект и объект проект, и с определенными обязательствами тогда возможно, ну, внедрить новую программу по субсидированию. Так, по нашей группе. Все, доклад закончил. Спасибо большое, Доклад Иванович. Есть ли вопросы? Доклад Иванович. Спасибо. 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 Спасибо.